Дорогие братья и сестры Поздравляем вас с воскресным днем, причастником с принятием святых христовых тайн и напоминаем, что Церковь нас непрерывно подготавливает в эти недели Седмицы к приближающемуся Великому Посту. Сегодняшнее воскресенье называется «Неделя о блудном сыне». Мы слышали очень содержательную притчу, которую Господь рассказывает нам в назидание о том, какова неизреченная любовь Божия. И в то же время, насколько человек бывает неправеден и прежде всего нечестен в своих человеческих отношениях, а в том числе в своих личных отношениях с Богом. Все толкователи этой притчи говорят о том, что образ Отца есть образ Бога. Если вы внимательно слушали слова Евангелия и найдете время еще раз перечитать эти строчки и задуматься о том, какой же образ Бога здесь нам преподается, то вы увидите, насколько Он милостивый и насколько Его любовь практически абсолютно, практически безусловна. Оба сына, старший и младший, в этой притче ведут себя, по большей части, плохо. И не просто плохо, а именно предательски по отношению к своему отцу. Младший сын в какой-то день вдруг ему приходит в голову, что надо забрать то, что ему подлежит по наследству. На самом деле, и сейчас-то забирать наследство у родителей, прежде чем они еще живы, звучит как-то странно. А в Ветхом Завете это было еще строже. Забрать у отца то, что принадлежит сыну, это значило сказать, ты для меня умер, нет больше тебя, отдай мне то, что мне подлежит. И так именно делает этот сын, и отец ему уступает, дает ему некую часть. Сын этот все это тратит, сказано, блудно живя. Под блудным житием подразумевается не только плотской блуд, но именно заблуждение. Прежде всего, неправильный образ поведения, который рассматривался в церкви всегда многостороннее. Заблуждение в вере, еретичество, сектанство, заблуждение в мыслях о том, каков быть должен человек, заблуждение в образе поведения и, наконец, уже в тех привычках и времяпровождении, которые человек позволяет себе. Этот младший сын, по сути дела, становится, разматывает все имение так, что ему, в конце концов, ничего не остается, и он попадает в необходимость работать на кого-то, на стране далече, как выражается Евангелие, куда он ушел, куда-то далеко, может быть, за границу, по нынешним понятиям. И вот он понимает, что ему даже есть нечего, и то, что дают свиньям, кстати, эти свиньи считались нечистыми животными в Ветхом Завете, то есть он ухаживает за нечистыми животными, он пришел в некое совершенно духовное и физическое обнищание. И тут лишь он вспоминает, что даже наемники у его отца получают достаточно хлеба, а он здесь не может рожками насытиться, которые даже свиньи едят вдоволь. И тут он решает вернуться обратно. Обратите внимание, что еще сущую долече, говорит Евангелие, отец его увидел. Это очень трогательный момент. Получается, прошло уже немало времени, а отец все время смотрел, где сын его, не идет ли он, не возвращается ли. Ну, мало ли дел у отца, мало ли забот у Бога, но Господь постоянно смотрит, не обратится ли человек. И этот отец смотрел, очевидно, каждый Божий день, вглядывался вдаль и смотрел, нет ли его сына, который его предал, не задумался ли он о покаянии. И сказано, не дожидаясь его прихода, он тек по-славянски, то есть побежал, побежал ему навстречу, обнял его и принял, не помянув его ни одним словом, что ж ты сделал, можно было бы ожидать такого, ну, хотя бы некого порицания. Ну, что ж ты натворил, сынок? Даже этого он не говорит. И этот младший сын, что отмечают толкователи, видя такое отношение отца, все-таки действительно находится в раскаянии. Он не говорит, раз он так ко мне относится, буду проситься обратно в сыновья. Нет, он заранее решил, что он будет все-таки хотя бы наемником. Раз он так поступил, растратил всю свою часть имения, предал отца, ну, хорошо, хотя бы в наемники попрошусь. И покаяние у него действительное было. Видя милость отца, его неизреченную, безусловную любовь, о которой мы сказали, которая отражает любовь Бога к человеку, он, тем не менее, просит стать наемником. А отец молча, не укоряя его, постепенно приказывает дать ему все достоинства сына. Перстень, который имел, как правило, печать, это было своего рода право росписи, облачение праздничное, и готовит для него праздничную трапезу, созывая всех порадоваться. И вот здесь вступает второй сын, который возвращается с поля, где-то он работал, и еще, даже не заходя в то помещение, где происходит торжество, он говорит одному из слуг, или отроков, как отрок, один из слуг его отца, спрашивает, а что там происходит? Очевидно, уже здесь его захватила недобрая мысль. Почему бы не зайти, не спросить отец, что случилось, что за праздник? И увидеть своего брата, и поблагодарить вместе с отцом Бога за то, что этот человек, как говорит Евангелие, был погибший и вернулся. Но вместо этого сын, который, по-видимому, старший, который, по-видимому, имел достаточно много своих претензий, останавливается и спрашивает, а что это там происходит? А почему меня не так, ко мне не так относятся? И когда оказывается, что этот мод и растрата вернулся, и предатель, и отец его так принимает, то сын не хочет зайти, старший. Отец опять проявляет безусловную любовь. Он выходит, выбегает к нему. Как он бежал к младшему сыну, так он бежит к старшему и говорит, все мое, твое, сын. А он говорит ему, почему ты мне никогда не дал хотя бы козленка со своими друзьями, я бы повеселился, а тут ты целого теленка заколол для этого предателя. А что ж ты ко мне так относишься? У сына старшего свои претензии. Вместо того, чтобы разделить радость любви с отцом, он ему капризы закатывает. И отец продолжает его убеждать. Сын, мы вместе с тобой трудились. Ты не на меня работал, как он говорит. Я на тебя работал все эти годы. Как будто он наемник. А он ему говорит, так все мое, твое. А вот твой брат был погибший, вот он вернулся. Неужели нам не порадоваться этому? На этом притча заканчивается. Но нам остается много о чем подумать. Образ Бога, который сравнивает человека с собой, действительно удивителен. Ведь Бог бесконечен. Как часто в Ветхом Завете использовалось понятие «сын Божий». Но это не в прямом смысле. Сыны Божьи были пророки, праведники. Но это имелось в виду такой оборот речи. Особенно арамейский язык, еврейский древний язык. Часто пользовался выражением «сын». Например, Христос апостолов называет «сыны грома» Иоанна Якова. Он подразумевает, что они похожи на гром. Они такие вот энергичные, ревностные. Поэтому они «сыны грома». Но не в буквальном же смысле «гром их родил». Это некая такая образная форма выражения. И часто в Ветхом Завете именно в этом смысле люди назывались сынами Божьими, которые чем-то сподобились особой милости от Бога, его даров. Но в прямом смысле детьми Бога никто, конечно, не понимался. Когда Христос на это намекает в беседе с фарисеями, говоря, что он жив гораздо дольше, чем Авраам, они ему говорят, Авраам, когда умер, тебе еще 50 лет нет, как ты мог видеть Авраама? И когда они понимают, что он намекает на то, что он имеет сыновство Бога, они его грозят побить камнями. И в конце концов, когда Христос с Каиафой разговаривает перед страданиями, то ему вменяется то, что он называет сыном Божиим себя не в переносном смысле, не образно. Это называется хулуй. И они рвут на себя одежды и приговаривают его к смертной казни. Так вот, в этой притче человек в изображенном виде сынов, старшего, младшего, стоит практически на одной планке с Богом. А Бог ему служит, бегает, встречает, обнимает, уговаривает. А эту притчу говорит сам Господь. Поэтому это указывает на его отношение к нам. Он готов поставить нас на ту планку, на которой находится сам. Это, конечно, сверхъестественно. Это непостижимо. Такова любовь Бога к человеку. Таково новозаветное откровение о его любви. И он, готовя нас к великому посту, говорит, «Как бы тебе не было плохо, каким бы ты предателем, или даже, скажем, хуже, подлецом бы ты не был, если ты вернешься, я тебя приму. Сколько бы ты не совершил гадостей и прочего безобразия, если ты искренно покаешься, я выйду тебе навстречу. И я хочу видеть тебя своим сыном, не просто наемником». И это Христос в Евангелии от Иоанна говорит. «Я вас не называю больше рабами, вы мне друзья, ибо я вам открыл то, что знаю от Отца». И вот эта тайна божественной любви сегодня приоткрывается в такой мощной мере, как в этой притче показано отношение Отца к детям. И действительно Христос в другом месте скажет, «Я пришел не для того, чтобы мне послужили, но послужить и отдать душу свою во избавление и искупление многих». И в преддверии Великого Поста не случайно еще раз звучит эта притча, указывая нам на то, каков наш Господь, каково его неизреченное отношение к человеку. И остается только вопрос, а каково наше отношение к Богу, который так безмерно и абсолютно, и безусловно любит нас, но в то же время хотел бы, чтобы его любовь к нам была, не знаете, как любовь к бессловесным животным, ну, от них не так много требуется, от человека требуется больше. Сын – это все-таки определенная ответственность. Сын Отца – это значит тот, которому доверено что-то, и который должен вести себя осознанно и достойно своего Отца. И вот эта мысль, заложенная сегодня еще, продолжается в отношениях между нами, потому что Господь как бы проверяет, как ты относишься к ближнему. Если бы старший сын порадовался, то он бы порадовал Отца, сказал бы, «Отец, как хорошо, что твой Сын, которого ты любишь, которого ты пытался каждый Божий день найти где-то на горизонте, наконец вернулся и обрадовал твое сердце, «Я разделяю с тобой твою радость». Но как часто человек с любовью принимает в себе отношения Бога, разные милости, но что касается милости к другому человеку, ему как бы это не очень интересно. А иной раз, знаете как, сравнение слова, сравнивая человек себя с другими. Но вот русское слово «сравнивать», если посмотреть глубже, со славянскими корнями, есть выражение «сравнять холм». Что значит? Так, чтобы он не выделялся. Сравняйте его. И вот когда мы сравниваем себя с другими, то нам надо либо кого-то сравнять, чтобы он не выделялся, либо себя так поднять, чтобы он не выше нас был. Вот это сравнение, оно ведь в корне похоже на то, что делает старший сын. Он сравнивает. Так, не понял. Ты этому сыну такое делаешь, а он вот такой, а мне? И тут он глубоко согрешает и против своего брата, не признавая его покаяния, отвергая его. По сути дела, для старшего, младший умер после этого греха. А также он грешит против отца, потому что он обнуляет его любовь. Он говорит, мало ли кого ты этого низкого человека любишь. Интересно, какой же ты после этого. Я-то к себе немножко по-другому отношусь. И вот это сравнивание, оно между нами прямо пульсирует. Человек живет постоянными сравнениями, которые превращают его в человека, который грешит против Бога, который любит каждого из нас, несмотря ни на что. Конечно, это не значит, что мы должны закрывать глаза на грех. Если человек грешит, он болен. Как болен был младший сын. Но все-таки любовь Божия побеждает эту болезнь и готова излечивать ее. Точно так же и наше отношение к ближнему должно быть. Мы не назовем грех белым и пушистым. Грех есть грех. И человек болен грехом. Но сострадание и молитва за человека вместо сравнивания или вообще обнуления его, как пытался сделать старший сын. Вот это наша задача, чтобы порадовать того, кто любит каждого человека, даже самого грешного, самого, можно сказать, низкого в своем поведении. Есть некая тайна. Тайна бытия человека. И сегодняшняя притча говорит о том, что эта тайна не позволяет нам никогда сказать, что мы закончили повесть о человеке. Повесть о блудном сыне могла быть закончена на том, когда он ушел и предал отца. Точка. Нет больше этого человека для меня, сказал старший сын. А для отца он есть. И отец каждый день ждет его. Вот такова тайна бытия человека. Мы не говорим, что младший сын хороший человек был во всей этой притче. Он согрешил очень сильно. Но Господь своей любовью, своим замыслом об этом человеке говорит, что и оттуда я тебя воззову, и оттуда я тебя призову, и ты будешь моим сыном и можешь изменить в корне свою жизнь. И таково отношение к человеку. Смотря на любого человека, мы должны помнить, мы не знаем, как закончится его жизнь. Какова тайна промысла Божия о нем. Может быть, он нас обскочит покаянием, и мы будем, как этот старший сын, смотреть и завидовать, говоря, что, как в притче о работниках, призванных в виноградник хозяина, он поработал всего час, и ты ему платишь столько же. А я работал с утра, на что хозяин говорит, «А ты что, завистливый человек, я даю столько, сколько я считаю нужным. Мы с тобой, как договорились с утра, вот столько ты и получил». И не трогай этого человека. Если я считаю нужным дать ему столько, значит, это моя щедрость. И не тебе судить и сравнивать. Не надо сравнивать его с собой. И вот эта притча заставляет нас еще раз в преддверии Великого Поста задуматься о том, насколько мы, с одной стороны, любимы Богом, с другой стороны, зачастую недостойны этой любви и должны изменить свое поведение так, чтобы все-таки его порадовать и быть более благородными и достойными этой абсолютной, безусловной любви Отца Небесного, которая возводит нас в достоинство сынов и детей своих не только здесь на земле, но и в будущем, в вечной жизни. Можно сказать, в гораздо большей мере мы это увидим. Аминь. Выслушаем слова благодарственных молитв по святому причастии и с миром языком. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!